В Десногорске, на площади у городского фонтана, открылась новая детская площадка. Взрослые подарили детям настоящий праздник. Этот современный игровой комплекс заменил старую конструкцию, которая находилась в плачевном состоянии. Мы сегодня официально открываем первый, я бы сказал, настоящий детский городок. Мне бы хотелось, чтобы плоды и результаты этой деятельности, они долго радовали всех вас. Детская площадка появилась благодаря вашей инициативе, вашему желанию решать городские вопросы. Новый детский городок – результат совместной работы жителей и администрации Десногорска, а также администрации Смоленской области. Еще в 2018 году активные жители Десногорска решили, что современной игровой площадке в городе быть. Это показало голосование в рамках программы «Мой любимый город». Тогда же Десногорску было предложено поучаствовать в интересном проекте. Администрация Смоленской области предложила муниципалитету поучаствовать в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Мы с радостью приняли данное предложение. Полтора миллиона рублей было выделено губернатором Смоленской области Алексеем Владимировичем Островским и полтора миллиона выделено генеральным директором концерна «Сонергатом» Андреем Юрьевичем Петровым. Итого бюджет данного проекта – 3 миллиона рублей. И в текущем году данную игровую площадку мы построили. Проект инициативного бюджетирования – это часть областной государственной программы местное самоуправление в Смоленской области. Проект работает в первую очередь для жителей населенных пунктов Смоленщины. При их должной инициативе городские проекты может профинансировать администрация Смоленской области, как это случилось и в Десногорске. На 50% финансирования области здесь и половина необходимой суммы была привлечена со стороны организации в Десногорске, это атомная электростанция, и небольшая часть, конечно же, жителей. Уникальность событий в том, что Десногорск – первый населенный пункт, который победил в этом конкурсе. При этом дальнейшее участие муниципалитета не возбраняется. Администрация Смоленской области и дальше готова помогать Атомграду. Но инициатива должна идти в том числе и от самих жителей. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.